МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Карина Сабирова. Я родилась в городе Сургуте. Учусь по направлению журналистика в Сургутском государственном педагогическом университете. И по профессии я танцор. По национальности я не могу сказать, что у меня какая-то конкретная национальность. Я метиска. У меня несколько кровей. Это кабардинская, татарская, русская, наверное, немножко. Мой дедушка родом из Кабардино-Балкарии. Бабушка русская. Отец у меня татарин. История знакомства моих дедушки и бабушки довольно интересна. Я сама всегда удивляюсь, как люди с одинаковой даты рождения, они оба родились 13-го числа 54-го года, встретились совершенно из разных точек России. Бабушка у меня сама с Владивостока, она там родилась. Ну а дедушка на юге, это самый юг России, в Кабардино-Балкарии. И каким-то образом судьба их свела. Бабушка оказалась в южной части, училась в Одессе. А потом ее занесло в Нальчик, и там они уже как бы познакомились. И потом он за ней приехал. Вот, и забрал ее. Ну, наверное, как по классике жанра, как многие люди, которые сюда приехали на заработки, они тоже приехали работать, потому что времена были достаточно тяжелые. И нужно было... у них уже был первый ребенок, и детей нужно было как-то содержать. Вот, и поэтому, конечно, они нашли, скажем так, такой вариант. Ну, долго задерживаться они не планировали, но судьба решила иначе. Мое первое воспоминание с Ругути, я помню вот только тогда, когда вернулась сюда. Какое-то время я жила на юге, в частном доме, вот в бабушкином, куда они переехали с Владивостока. Когда бабушка с дедушкой каждое лето приезжали на юг, они безумно меня любили, вот первая внучка. И однажды они сели и просто разговаривали, действительно, как взрослые люди. Они мне сказали, я там училась в школе, и в школу я ездила сама в 6 лет на автобусе. Один раз автобус сломался, и мне пришлось идти пешком до школы. И когда они сказали, когда она мне сказала, что школа рядом в Сургуте, вот буквально 5 минут, и ты в школе, что очень много школ и центров для развития. То есть не знаю, каким образом я в 6 лет сама это осознала, и я подумала о том, что действительно я хочу, то есть я действительно хочу что-то сделать, чем-то заниматься, куда-то поехать. И я сюда приехала, и я думала, господи, какой большой город! Но для меня даже на то время, это был 2006 год, город казался действительно большим, интересным даже, наверное, потому что там, где я жила, это был поселок городского типа, вот, и городом назвать это было сложно. Некуда было отходить, нечего посмотреть. Единственный, наверное, плюс, это все-таки летний сезон, когда можно было каждый день ездить на море. Море было буквально в 15 минутах езды. Вот это был огромный плюс. Когда я первый раз приехала в Сургут и увидела школу, здание Биг Бен, я подумала, действительно, ну, ничего себе, как будто ощущение было, как будто из-за границы, потому что здание действительно выделялось из всех остальных. Вообще история моей танцевальной карьеры началась с того, что дедушка буквально за ручку отвел меня к знакомой своего начальника, точнее, даже не знакомой, а жене своего начальника. Она преподавала в балетной школе, ну, школа искусств на 50 лет. И он буквально за ручку меня отвел, скажем так, на просмотр. Вот. И меня взяли. Хотя я довольно поздно пошла на танцы, это уже был перекресток, скажем так, 8-9 лет. Достаточно поздно. Я первые два года занималась в балетной школе. Потом меня связала жизнь с хореографической школой. Моя тетя там работала, и она на все это смотрела изнутри, скажем так. Я непосредственно уже работала с коллективами, знала, какой коллектив из себя представляет. Хотя там был и ватан, то есть тоже национальные танцы. Но больше всего разговоров я слышала именно о Калинке, что это такой потрясающий коллектив, что действительно профессионалы своего дела, что постоянно куда-то ездят какие-то концерты за границей. По России очень много на конкурсы они ездили. И меня это действительно завлекло. То есть меня взяли тем, что вот поездки, что какие-то интересные события в этом коллективе. И потом уже, когда я закончила хореографическую школу в 2013 году, нам выдавались сертификаты. То есть мы могли сами выбрать, в какие коллективы мы хотим пойти. Ну, в принципе, сертификат особого значения не имел, просто вот как подарок такой. Последний экзаменационный год меня позвала руководитель коллектива, сказала, приходи к нам заниматься. И я параллельно, готовясь к экзаменам в школе, готовясь к экзаменам в хореографической школе, я еще и занималась в Калинке. Это был, скажем так, пробный период 2 месяца, где-то 2-2,5 месяца. И потом уже в сентябре я пришла, когда вернулась. Меня даже искали, потому что я на все лето уезжала всегда к маме. И меня спросили, ты хочешь официально работать в коллективе? И я согласилась. В год у нас может быть огромное количество концертов, потому что после того, как мы стали работать в филармонии, непосредственно каждый коллектив, практически, будь то ларец, ну, музыкальные коллективы, почти на каждом их концерте, отчетники, мы танцуем с ними. То есть как бы мы под танцовка небольшая, зарисовки ставим тоже. Вот. Приезжим артистам тоже иногда нужна наша помощь, и нас тоже привлекают к участию в их концертах. Последний концерт масштабный был с Надеждой Бабкиной. Это было в июне месяце. Вот. Готовились мы к нему до последнего. Танцевали на улице, на сцене. Вот. Было довольно неудобно, тесно немножко, но артисты ко всему привыкают. Мой любимый танец, все-таки, это символический калинка, потому что, во-первых, это название нашего коллектива, а во-вторых, мне очень-очень нравятся наши яркие, красивые костюмы. Танец, это действительно, ну, сейчас и музыка такая, что она не прям фольклорная, она немножко в обработке. И, ну, как бы, это танец, танец моей души. Также в моей семье мы, скажем так, несмотря на то, что у меня дедушка даже не знал кабардинского языка на самом деле, и уехали они оттуда рано, мы в семье продолжаем традиции и готовим некоторые национальные блюда кабардинские. Например, мое самое любимое блюдо – это хичины. Это такие лепешки, в которые, ну, можно положить любую начинку. Это картофель, ну, стандартный – это картофель и сыр. Вот, жарятся они на сухой сковороде, и потом хорошо-хорошо смазываются маслом. Только недавно у меня получились действительно хорошие… Ну, я нашла хороший рецепт, кое-что сама добавила от себя, и у меня действительно получились те самые, практически те самые хичины. Бабушка у меня еще готовит лукумы. Это что-то типа… Это что-то вроде пышек. Они заменяют хлеб. И гидлибже – это соус из курицы, там, муки. В общем, я не знаю, как она это делает, но это очень вкусно. В Сургуте очень хорошие, интересные люди, и я со школы еще встретила своих лучших друзей. Я действительно так могу их назвать. И именно они придают мне сил. И придают сил, придают мотивации что-то делать. В итоге, когда уже я иду вперед, скажем так, дальше я уже их подталкиваю. То есть вместе, я считаю, что вместе мы сила. И это вот именно они придают мне вот этот дух делать что-то. Я люблю этот город за то, что он подарил мне возможности и подарил мне шансы. То есть, ну, скажем так, если судьбе угодно было, чтобы мои родители жили здесь. То есть, здесь остепенились. И, ну, действительно, мои бабушка с дедушкой жили здесь около 40 лет, если не больше. Вот. И выезжать они, ну, скажем так, никуда не собирались практически. И я здесь росла. Я росла с бабушкой и дедушкой около 13 лет. И этот город действительно, то есть я здесь многому научилась. Я отсюда взяла максимально все, что могла взять для себя, для своего развития, для своего будущего. Мне кажется, что сургутян отличает взаимопонимание. То есть, где бы мы ни были, где бы я ни была, то есть даже когда я просто вот еду на машине, и я хочу, чтобы, ну, прошу, чтобы мне уступили место, да, как-то это показывают, там, или еще что-то. Даже в этом плане сургутяне, то есть на дорогах, в каких-то общественных местах, люди просто друг друга понимают. Я не знаю, из чего это, ну, каким образом это складывается, вот, но так оно и есть. Я люблю сургут, я люблю свой город.